Все кругом говорили, что у Сереги Безменова злая жена. Злая, капризная и дура. Отрывок из Беспалого Шукшина. Так репетируют свои номера чтецы для 23-х малых краевых дельфийских игр. Это как детская олимпиада, но вместо спортивных – творческие дисциплины. В этом году игры правое в Тольменке. Райцентр мероприятие принимает во второй раз. Мы получили субсидию до 2 миллиона рублей. Мы выбрали новую звуковую установку. У нас, получается, задействованы 4 площадки, на которых будут проходить основные мероприятия. На каждой площадке у нас произведен текущий небольшой ремонт. Соревнуется молодежь не только ради почета. За победу дают от 8 до 20 тысяч рублей. Малые дельфийские игры проводятся по 13 номинациям, среди которых, помимо чтения, есть танцы, пение, игра на инструментах. Я стараюсь обязательно хотя бы какую-то часть чтецов послушать. Но в Тольменке есть своя специфика. Я бы тоже про нее сказала. Вы знаете, вот есть такое направление, в котором Тольменка сильна. Вот с чем ассоциируется около Тольменка? У меня с бальной хореографией. Не остались в стороне и другие муниципалитеты. Всего их приехало более 40. Прибыла и делегация из славяно-сербского района ЛНР. Они участвуют в дельфийских играх уже во второй раз, вновь с патриотическими номерами. Лично мы хотим передать то, что, так как в связи с тем, что у нас военное положение, многие наши отцы, братья, мужья ушли на фронт. И как мы переживаем этот момент, как мы скучаем за ними и надеемся на лучшее. В общей сложности на Малые Дельфийские игры приехало более тысячи человек. Для Тольменки это грандиозное событие. Особенно учитывая, что район в этом году празднует 100-летний юбилей. Так что в программе у участников не только выступления, но и различного рода экскурсии, рассказывающие об истории муниципалитета. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.